Классическая третья пара у хозяев. Обескураживающее начало для хозяев. В предыдущем матче они быстро открыли счет. Встреча, правда, продолжить достойно не сумели. Вот Рижан, вот Атланта. И сейчас близок был Кольцов. Всем становится понятно, Чеха такая натура. И шайба засчитана. Собственно, не возникало никаких сомнений у нас с вами, что шайба пересекла линию ворот. Клубов пробуксовывает, может быть, очнется к плей-оффу. 3-0. Быстрый вход в зону. Пас под бросок. Не играл, травмировался. Игровой ритм поймать после травмы тяжело. Тихонов! 4-0. Мгновенный пас последовал Тихонову-младшему. Подтягивает дисциплину Милы Шуржиги. И включились в борьбу хабаровчане. Вот мне показалось... Вот здесь наша шайба влетела лад. Точно сыграл Рыбин, насколько вошел в зону. Сместился, бросил. Не попал в ближний угол. Но атака получилась весьма и весьма эффектно. В полном составе скан. Амур продолжает атаковать. И шайба влетает таки в ворота. Логин. Радость сомнительная забивать в матче, в котором команда терпит поражение. Тихонов, тихон. Тихонов падает. Нарушения правил не было со стороны Горофеева. Артюр Хельм бросает. И шайба влетела в ворота. Ну, нашел сейчас пространство между щитком у Мурыгина и послал шайбу в ворота. Макаров шайбой, хорошая передача и седьмой гол. Ставил так, что шайба полетела не в голкипера, а в мора, а в уголок. И выезд заканчивает на мажорной ноте СКА. Нет, все-таки десятая шайба побывала в воротах. СКА сумел наконец-то одержать первую победу после трех поражений подряд. Пока это антирекорд клуба. В составе СКА в основном солировали те игроки, которые не числятся забивными. Исключение составили Мортенсен, он забросил свою десятую шайбу и Тихонов. Для него это восьмой гол в сезоне. Мортенсен лучший бомбардир СКА. Тихонов на пятом месте. Свою первую шайбу в сезоне забросил питерский защитник Юрий Александров. В составе Амура наконец-то отличился Петружали, который не забрасывал на протяжении пяти встреч к ряду. Хабаровчане впервые в этом сезоне пропустили семь шайб.